арегато мои друзья с вами мистер чао самый честный и самый правильный обзор в галактике во вселенной чего там в галактике давайте начнем сегодняшнюю историю которая началась знаете когда вы никогда не угадаете в 1916 году вся вообще история началась вся мода вся жизнь началась такой же что в начале 20 века пока в россии была революция они там занимались производством моды но в принципе да кому-то надо делами заниматься кому-то надо и об одежде подумать тоже верно в общем чувак абрамо витале ему он получает в дарт ткацкий станок с кем не бывает получил ткацкий станок чуть делать начал производить носки но ведь так же бывает ребят согласитесь да кому-то подарили ткацкий станок он начал делать носки а кому-то подарили кастрюлю или микроволновку волновку, и он стал шеф-поваром. Да, это же классическая ситуация. Или, например, вам подарили Гелендваген или Феррари, и вы стали таксистом, классным таксистом. Нет? Что-то, по-моему, меня заносит, да? Если что, поправьте меня. Что-то, по-моему, какая-то накладка произошла с Гелендвагеном и с Феррари. Кстати, что вам самое крутое дарили, поделитесь. Пожалуйста, интересно. Ну, в общем, чувак начинает производить носки. Он начинает делать бомбические носки, они мега крутые, и почему-то он им дает название, немецкое название «Контролленд». Я пытался найти, откуда итальянец, это все итальянская марка, и вдруг немецкое название у нас «Контролленд». Не мог найти. На носках буква «К» фигурирует. Кстати, я вспомнил, в Европе я видел носки с буквой «К». Они, судя по всему, по сей день выпускаются. Ну, вы скажете, мистер Чао, ну, что-то у тебя там, ну, что, что там, носки, что ли, сегодня? Твои любимые носки? Нет. Нет, 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 нет. Но чувак был очень такой, непростой чувак. Ему же станок подарили, он бизнес организовал. В общем, в 1960-х годах, когда были проблемы с текстилем или с чем-то у них были проблемы, в общем, фиг его знает, он решил, видимо, нехватка была, он запускает одежду, называют ее определенной маркой, не буду вам говорить. И также у него была марка «Джинс». Он назвал их «Джесус Джинс», «Исус Джинс». Ну, это вообще было, в общем, это возможно, и помогло ему во всем, потому что вокруг этого названия религиозный скандал. А почему скандал? А почему то? А потому что это самая сексуальная эмблема. Самая сексуальная эмблема. Вы, наверное, уже все догадались, о какой именно сексуальной эмблеме идет речь. Кстати, появление этой логотипа «Омни», «Омни» — это маленькие люди, тоже была прикольная. Было, в общем, съемки, были каких-то купальников, снимали модель, мужчина, женщина. В общем, они устали, там что-то сели перекурить, отдохнуть, сели друг к другу спиной, тень упала, упала, и, в общем, появилась марка, как вы поняли, Капа. Обнаженные мужчина и женщина. Кстати, вокруг этой логотипа были скандалы, людям не понравилось, ну как это так, джинсы «Джесус» и голые мужчины и женщины. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, так, отцепись. Ну, смотрим. Это все поэтапно, да, у нас сегодня будет и показ моды. Смотрим пока на швы. На швы и на историю покупки этих кроссовок, да, наверное, я не знаю, как их назвать. Смотрите, какой интересный элемент такой вот. Это светоотражающий элемент, это светоотражающий элемент. Можно в них класть асфальт, кстати, да, под форму укладчика асфальта, они очень подходят. Если учесть, сколько стоит эта модель, а я пока вам не буду говорить, сколько она стоит. Смотрите, стелька. Ух, им два или три года, я уже не помню, когда я их купил. Смотрите, какая стелька была. О, ничего себе. Я даже не знал, надо будет снять. Стелька, кстати, достаточно крутая для этих кроссовок. А почему я буду говорить для этих? О, тут даже печать есть в магазинах, где я их покупал. Обалдеть. Видите, ну, внутри жизнь как жизнь, ничего особенного, ничего выдающегося, обычнейшие кроссовки. Почему я делаю на них сегодня обзор? Да потому что, как бы, надо же делать не всегда все самое крутое, всегда все самое дорогое. А то вы мне скажете, мистер Чао, что получается, что надо покупать обувь за 10, за 20, за 50 тысяч рублей. Нет, нифига подобного. Обувь можно покупать за любые деньги. Главное, чтобы это была оригинальная обувь и главное, чтобы это была качественная обувь. И не всегда цена является залогом качества. но, конечно же, цена все-таки отражается. На обуви как минимум мы можем посмотреть на абсолютно простую подошву. Вот эта часть, она достаточно жесткая, это более мягкая. Подошва вся напоминает, что вы ходите в капе, чтобы вы ни в коем случае не забыли. Язычок, кстати, стилизован. Очень классная, кстати, обувь. Очень классная марка, обожаю марку капу. Я считаю, что она недооценена в нашем регионе. Давайте проведем высокую моду, показ моды от мистера Чао и посмотрим, как эти кроссовки сидят под ту или иную, под те или иные джинсы. Ну что, товарищи модники, что вы скажете? Как обычно, мои любимые голубые джинсы. Все самое интересное будет позже. Почему я уделяю такое внимание этим кроссовкам? Почему я решил сделать на них модный обзор? Показать, как они сидят под джинсы. Ну, конечно, под голубые джинсы я считаю вообще нечестно демонстрировать обувь, потому что, ну, честно, ну, нет, я не знаю обуви, которая не будет подходить под голубые джинсы. Голубые джинсы это моя любовь, голубые джинсы это то, под что идет все абсолютно. Ну, я не знаю, назовите обувь, которая не подойдет под голубые джинсы. А вот наглядный пример, как после голубых джинс они смотрятся вот под этот, этот цвет называется, кемл, я так и не могу понять, короче, но будем называть цвет детской неожиданности. но по стоку-по-скольбу, ну, честно, вот мое мнение, что по стоку ни отвращения, ни ад, ни ужас, но под голубые они идут бомбически. Ну, согласитесь. А вот так их можно разбавить серыми джинсами. Мне кажется, достаточно неплохо. Абсолютно стильно смотрятся, и, ну, никакого криминала я тут не вижу. Смотрите, абсолютно обалденные сочетания, на мой взгляд. пишите комментарии, ваше мнение. Оставайтесь с нами, потому что дальше будет цена и ходовые качества данной модели. Кому я советую их покупать, а кому я категорически не советую их покупать. После мощного показа моды от мистера Чао возвращаемся на наш операционный стол и обсуждаем данную модель. Я ее приобрел, потому что она стоила в районе 600-700 или 800 рублей. Вы представляете, да? 600-700-800 рублей. Приобрел я их в спортмастер дисконт. И что я хочу вам сказать? Купил я их чисто для зала, ходить в зал. Понятно, в них бегать не вариант, ну и я не бегун, ну просто ходить в зал. Но в какой-то момент в зале я присмотрелся в зеркало, когда проходил мимо, и подумал, что черт возьми, да их же можно и на улицу носить. Да, можно, они прикольные, они легкие, они, ну блин, ну 600-700 рублей, ребят, ну о чем тут говорить? Что от них требовать? Они идеальные, тут я не знаю, это замш или замшезаменитель, ну шикарнейшие шнурки, не до чего докопаться, ну все идеально сделано, абсолютно недооцененная марка в России, классные костюмы, классная обувь, масса классной обуви у Капы, да, у нас это не модно, все, но в Италии люди знают толки, они носят Капу, она не всем подойдет, честно, всем, кто выше, например, все, кто тяжелее, я думаю, 80, а может быть 85 килограмм, долго в них не походишь, честно, хоть они вот такие легкие, дышащие, в них долго не походишь, потому что, ну устает нога и подошва, но она, я думаю, что, ну вот если вы действительно легкий, там, знаете, современный, миниатюрный, худой, молодой человек или девушка, вы в этой обуви будете ходить, их ходить, я не знаю, сколько вы их относите, сезон, два сезона, три сезона, фиг его знает, но вы в них будете ходить, и это будет достаточно стильно, цвета достаточно стильные, даже вот элементарно, эти вот видите, тут слегка видно, эти светоотражающие, модные элементы, я считаю, что это очень классная обувь, за 700, окей, рублей, давайте будем считать, какую-то я отдал за них крышок, и 1000 рублей, за 1000 рублей, это обалденные кроссовки, вы не купите за 1000 рублей, ничего лучше, вы можете за 1000 рублей, даже китайскую подделку, отнюю баланса не купите, а зачем ее покупать, если есть, как бы классная, оригинальная, официальная обувь, где она делается, а кто ее знает, где она делается, я не знаю, где она делается, но она явно, наверное, делается не в Италии, и смотрите, вот как вот, видите, подошва отходит, кстати, этого я не замечал, но благодаря всему этому, ну, я не знаю, ребят, но это 1000 рублей стоит, ну, серьезно, 1000, это я говорю, выше крыши, в них можно ходить и ходить, поверьте мне, вот эта часть, я совсем забыл вам ее показать, она практически с самого начала, вот эти моменты, они так приклеены, что это никуда друг от друга не денутся, это обувь за 700-800 рублей, короче, 1000, что-то я округлил, окей, давайте не будем округлять, не будем кидаться сотнями, на современного худенького, молодого парня или девушку, это обувь, ну, просто шикарнейшая обувь, для ходьбы, для похода в зал, я не знаю, прогулок легких, да, мне в ней, конечно, тяжело, я километров 10-15, в ней, наверное, с трудом прохожу, хотя, если подобрать правильный носок, возможно, и прохожу, но очень классная обувь, дешевая, лишний раз говорит о том, что хорошая стильная обувь, она не может быть, не обязательно должна быть дорогой, но комфорт, конечно, надо покупать, комфорт и, как сказать, здоровье вашей ноги, оно, конечно, дороже, чем деньги, поверьте мне, потому что, ну, особо тоже злоупотреблять, такой обувь, я думаю, что не стоит, лучше, конечно, покупать чуть подороже, но, в принципе, но это лучше, чем покупать китайские подделки, серьезно, это лучше, чем китайские Nike, это лучше, чем китайские Easy Boost, это лучше, чем китайские New Balance, и, там, я не знаю, еще, что они там делают, китайское, не покупайте левую одежду, не покупайте левые марки, покупайте правое, пускай это будет дешевле, пускай это будет не так модно, но это будет оригинал, это будет качество, да, это качество, потому что вот это все, это все мелочи жизни, серьезно, я говорю, в данном контексте, если бы эти кроссовки стоили 20, 30, 50 тысяч, это был бы крах, провал, если бы это была какая-то супер дорогая марка, даже купленная за копейки, это был бы провал миссии, а здесь нет, здесь я считаю, да, в пределах допустимого, я вообще закрываю на это глаза, а что тут говорить, посмотрите, какие швы идеальные, что тут выпендриваться, товарищи, мальчишки и девчонки, ну зачем, зачем нам кривые понты, если мы скромные, культурные, порядочные люди, в общем, пишите в ваши комментарии, подписывайтесь, это не сложно, это бесплатно, ставьте лайки, это тоже бесплатно, пишите комментарии, я буду рад слышать любой комментарий, от хорошего до самого, ну не до самого, конечно, ну, в общем, любые комментарии, подписывайтесь, с вами был мистер Чао, обнимаю, девушек целую, всего хорошего, до новых встреч, Чао! можно было, здорово, SHO, второй месяц